Новосибирские археологи обнаружили местонахождение церкви трех святителей. Это часть знаменитого Умревинского острога. В этом году сезон летних раскопок необычный. Из-за коронавируса ограничено количество людей на объектах. Тем не менее, уже удалось обнаружить немало интересного. Наши коллеги с видеокомпанией «Студия 21» поделились сюжетом с раскопок. Первый русский административный пункт на территории Новосибирской области. Тема не новая. Более 20 лет здесь, на Умревинском остроге, ведется исследовательская работа. В этом полевом сезоне, в год 317-летия острога, археологи обнаружили точное местоположение второй башни оборонительного сооружения. Также археологам удалось приблизиться к обнаружению еще одной постройки Умревинского острога – церкви трех святителей. Известно, что когда в конце 18 века сам острог пришел в негодность, церковь продолжала действовать, а территорию вокруг начали использовать для захоронений. По сути дела, сюда свозили все население округи, которые были прихожанами церкви трех святителей. При этом подчеркну, что мы сейчас очень близки к локализации этой церкви, которая, очевидно, находилась либо внутри острога, либо за его пределами. Почему я объясню? Нами найдено три могилы священнослужителей, которые по канонам того времени должны располагаться около церковного здания. Локализовать место расположения церкви трех святителей необходимо, так как оно может содержать важную для науки информацию, которая, кстати, требуется для изучения и других сибирских острогов. В истории русского освоения Сибири имеется много неясных или даже загадочных моментов. А это связано, в первую очередь, с отсутствием необходимых письменных источников по тем или иным памятникам русской фортификации в Сибири. Отсюда выход – это проведение аналогии с памятниками, которые строились приблизительно в то же самое время. Так, сведения, полученные по Умревинскому острогу, дополняют историю малоизученного Бердского острога, территория которого скрыта Обским водохранилищем. В ситуации отсутствия артефактов можно делать обоснованные аналогии с находками на Умревинской земле. Популяризировать научные знания и делать доступной историю – не менее важная задача. Чем больше будет таких форм продвижения российской истории, именно российской истории, тем меньше будет вопросов об отсутствии патриотизма, об отсутствии самоидентификации, об отсутствии любви к родине, потому что все это должно преподноситься теми формами, в которых мы жили и формировались. В планах – полная реконструкция Умревинского острога. Но уже сегодня достопримечательное место привлекает жителей региона наглядностью и доподлинным колоритом. Татьяна Сверидова, видеокомпания «Студия 21» специально для ОТС. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова